Радио В.А. 104,6 ФМ в Минске. 91,7 ФМ в Витебске. Республиканская акция «Безопасность в каждый дом», в рамках которой работники МЧС выступали перед трудовыми коллективами на предприятиях и в организациях, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в ВУЗах, СУЗах нашей столицы, в социальных приютах и центрах. Завершится акция массовым мероприятием, которое пройдет 26 февраля в торговом центре МОМА. Здесь все желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе, а также посмотреть праздничный концерт. Прямо сейчас наш СМС-интерактив кому-то готовит подарки. Победитель получает от Минского городского управления МЧС огнетушитель. Друзья, итак, для того, чтобы заработать этот подарок, нужно ответить на один и единственный вопрос. Как определить, что за закрытой дверью пожар? Ну, понятное дело, открыл, увидел, здесь не подходит. Жду ваши варианты на короткий номер 104.6, автору верного варианта, и окажется, если он быстрее остальных, достанется подарок от городского управления МЧС огнетушитель. Итак, как определить, что за закрытой дверью пожар? Итак, друзья, будем узнавать прямо сейчас, кому же достанется огнетушитель. Это подарок от Минского городского управления МЧС. И, между прочим, с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, с 1 по 26 февраля в городе Минске проходит республиканская акция «Безопасность в каждый дом». Итак, как же определить, что за закрытой дверью пожар? Был вариант открыть дверь и посмотреть. Кто-то написал за вывешенную яркую ткань из окна. Ну, как-то все очень витьевато, но один ответ, который прилетел самым первым, оказался и самым верным. Нужно потрогать дверь. Бурные аплодисменты звучат сейчас нашему победителю, абоненту, последний цифр номер которого 6957. Мы вас поздравляем, вы уже знаете, где и как забрать свои подарки. Ну и, между прочим, потрогать дверь ладонью станет сразу очевидно, что за дверью пожар. Кстати, завершится эта акция, акция от МЧС, массовым мероприятием, который пройдет 26 февраля в торговом центре МОМА. Здесь всех желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе и, конечно, посмотреть праздничный концерт. Ну что, друзья, подарок разыграли, осталось лишь дождаться начала следующего часа, где все самое интересное продолжится. Самая классная музыка, самое хорошее настроение и самые позитивные диджеи по-другому и не бывает. В продолжении нашего сегодняшнего дневного эфира у вас по-прежнему остается уникальная возможность выиграть классные подарки. Прямо сейчас СМС-интерактив и победитель получает подарок от Минского городского управления МЧС «Огнетушитель». По-прежнему основными причинами возникновения чрезвычайной ситуации в жилом секторе остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также детская шалость с огнем. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 1 по 26 февраля в городе Минске проходит республиканская акция «Безопасность в каждый дом», в рамках которой работники МЧС выступили перед трудовыми коллективами на предприятиях и в организациях, на дошкольных общеобразовательных учреждениях, вузах и СУЗах нашей столицы, в социальных приютах и центрах. Итак, друзья, вновь обезопасить себя можно, вспомнив самые простые правила. О них сейчас и поговорим. Вопрос, который адресую всем нашим слушателям, сегодня звучит так. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей проводки. Что надо делать в первую очередь? Если вы знаете ответ на этот несложный вопрос, присылайте нам его на короткий номер 104-6. Я же напомню, что автору правильного послания достанется наш подарок. Подарок от городского управления МЧС «Огнетушитель». Не так давно всем нашим слушателям задала самый волнующий вопрос. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей проводки. Что нужно делать в первую очередь? Кто-то сказал, что нужно сразу звонить в специальные службы. Кто-то решил сказать маме. Это, пожалуй, самое смешное послание, но верный ответ все-таки прилетел на наш короткий номер 104-6. Обесточить электропроводку в квартире. Друзья, мой абонент, последний цифр, номер которого 8144, становится нашим победителем. И он получает подарки от Минского городского управления МЧС. Я же хочу напомнить, что основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожные обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации печного отопления и электроборудования, а также детская шалость с огнем. С целью предупреждения пожаров и гибли людей от них с 1 по 26 февраля в городе Минске проходит республиканская акция «Безопасность в каждый дом». Завершится акция массовым мероприятием, которое пройдет 26 февраля в торговом центре МОМО. Здесь все желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе и посмотреть праздничный концерт. Всех приглашаем в торговый центр МОМО 26 февраля.